Здравствуйте! Вы смотрите Спортэкспресс ТВ. Меня зовут Александр Львов. Мы в арсенале. Не в лондонском, а в тульском. И для нас это очень важно, потому что тульский арсенал теперь полноправный член высшего футбольного общества. Он будет биться в премьер-лиге. И мы разговариваем на чистоту с Дмитрием Оленичевым, моим давним другом. И человеком, которому принадлежит этот исторический успех. С победой! Спасибо! Добрый вечер! Дай Бог здоровья! Удачи! Спасибо большое! Дмитрий Оленичев, главный тренер тульского арсенала. За один сезон вывел команду из второго дивизиона в ФНЛ. Первый российский футболист, выигрывавший два главных европейских клубных турнира – Лигу чемпионов и Кубок УФА. Четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России. Двукратный чемпион Португалии, дважды обладатель Кубка Португалии и Суперкубка Португалии. Обладатель Кубка УФА и победитель Лиги чемпионов. Выступал за московский Спартако-Локомотив, за итальянский Рому и Перуджу, а также за португальский Порту. Один из четырех футболистов, забивавших голы в двух финалах разных еврокубков подряд. После Кумана, Роналда и Джерарда. Во-первых, начну с поздравлений читателей «Спортэкспресс» и всех тех, кто тебя помнит как настоящего преданного футболиста, Спартаку, сборной. И за тебя все болеют, и надеемся, будут болеть. И все, кто просил меня передать привет, конечно, прежде всего интересуются. Спартак вел с собой переговоры, чтобы теперь что-то еще сотворил со Спартаком. Со всей ответственностью заявляю, что никаких разговоров, никакого приложения в адрес не было. Я могу подтвердить, потому что за всю мою совместную работу с Дмитрием Анатольевичем, он никогда меня, по крайней мере, не обманул. И жену с тещей тоже. Вот. Ну, тогда начнем с арсенала. Когда ты почувствовал, что можно решить задачи выхода в премьер-лиге? Когда снялась Алания? Да, именно тогда. В межсезонье мы были в лидирующей группе. Но тогда уже Мордовия хороший отрыв сделала. Алания тоже хороший отрыв сделала. И, конечно же, если бы Алания осталась, я на 100% уверен, что все-таки Алания, конечно, бы вышла. И была в этих... В числе этих двух команд, которые вышли в премьер-лиге, но, к сожалению, так сложилось, что Алания были проблемы, они снились. И после этого, и вот именно в межсезонье, когда началась предсезонная подготовка, это январь-февраль, в принципе, мы так прикинули различные варианты. Это стыковые, да? Да. Это как минимум мы хотели претендовать на место в стыковых. А по возможности, конечно же, претендовать на прямой выход в премьер-лигу. В принципе, и наши ожидания. Ну, ты прекрасно понимал, что когда уже задача выхода в премьер-лигу стала реальной, ты понимал, что не было опасений у тебя, что не все захотят выйти. И не все будут до конца выкладывать, потому что футболисты понимают, что на каком-то они игроки определённого уровня. Нет, вы знаете, такие опасения были только со стороны болельщиков, потому что все считали, что вот Арсенал, может быть, по игре он и хочет выйти. Вообще и желание у тренера, у главного тренера, то есть у меня есть. Но могут власти запретить, как у нас зачастую бывает, выйти на прямую в премьер-лигу, потому что это и другие затраты, команда должна будет усиливаться и так далее и тому подобное. То есть у гражданок ты был уверен? На сто процентов. Потому что я с первого дня игроков настроил только на максимальный результат выжить. Я был готов и сделал практически всё от себя за вещи, чтобы выжить каждого игрока максимум. Игроки выполнили свою задачу. На тот период, опять-таки повторюсь, это был февраль месяц, я встречался с губернатором области Владимир Сергеевич Груздев, который мне сказал, Дмитрий, в обязательном порядке, если есть такая возможность, выходим в премьер-лигу. Финансовые гарантии я даю, поэтому вы об этом не думайте, ваша задача играть. То есть у меня была полная поддержка вообще от губернатора, что немаловажно. И сейчас, когда уже по прошествии времени мы уже, в принципе, решили эту задачу, я опять-таки встречался с губернатором, помимо поздравительных всех слов, конечно, от своих слов не отказался, сказал, что будет полностью поддерживаться. А в твоей игровой карьере были моменты, когда ты чувствовал недоверие в себе со стороны тренера или руководства клуба? Ну, да, был тренер, я хочу назвать его фамилию, в Португалии, это тренер, который тренировал нас перед Мауринию, перед приходом Мауринию. Вот, в принципе, там я, наверное, два с половиной месяца, три месяца практически не выходил на замену. Только вот и, к счастью, наверное, для меня... А почему он не видел в тебе игрока? Или какие-то были причины, может, разногласия с ним? У нас там, на тот момент, у нас было 10 бразильцев, и, видимо, у него были очень большие симпатии к этим бразильским футболистам, по этому преимуществу играли они. Но когда пришел Мауринию, все резко поменялось, кардинально поменялось. А в тех странах, где тебе доводилось поиграть, вообще возможны варианты сговора или подкуп футболистов? Я не знаю, это Португалия или Италия. Да есть такие, я хочу сказать, что есть такие моменты во всех странах. Даже иногда писали, что... Да, недавно писали, вроде где-то опять уличили, где-то там договорные игры в Европе, я имею в виду. На 100% уверен, что везде. В Англии, в Испании, в Италии, у нас в России. Это есть и, к сожалению, наверное, будет. Но это, наверное, будет уже как можно... Хотелось бы, чтобы это было как можно меньше, потому что грязь-то, она, конечно же, на пользу никому не идет. А судьям в Италии и Португалии предлагают деньги, как думаешь? Ну, мне кажется, там идет все-таки на самом высшем уровне. Если у нас, я скрывать это не буду, зачастую, хотя я очень поражен тем, как провели судьи в Первой лиге в этом году. Но это я уже отклонился от темы. Конечно же, у нас, как принято, команда, которая принимает дома соперника, руководители клуба выходят на эту судью. Это всем известно. На мой взгляд, на мой взгляд, за границей, в Италии, например, в той же Англии, все-таки, наверное, руководители получают какие-то, может быть, финансовые, там, не знаю, деньги получают, не знаю, для того, чтобы, например, помочь в той или мере какому-то клубу. То есть нет такого, чтобы каждую игру, там, судья приезжает, он получает, там, деньги, и вот завтра он помогает этой команде. Такого нет. Бани с девушками не организовывают, или нет? Не знаю, не слышал об этом. Но раньше у нас такое практиковалось. А футболисту Оленищика приглазали? Грязные деньги, нет? Предлагали, да. Был, но это было давно. Где в Локомотиве, в Спартаке? Не хочу сейчас уже говорить о командах, но не в Спартаке точно. Один раз. Было в Спартаке, об этом случае, может быть, наверное, знают. Один раз. Это было, но, конечно же, даже мысли ни у кого из нас, игроков, не было сдать эту игру. А вот в Локомотиве тоже, тогда еще был молодой, не пользовался никаким авторитетом, поэтому меня этого совершенно не касалось. Об этом случае я узнал только уже по истечению. А отказывался? А я, честно говоря, Егор, я тогда не знал. Мне бы только через года три сказали, что… Это не тебе лично, а на команду давали? Но опять-таки, в Троисе, это, конечно, грязь, она во вред футбола только идет. Ну вот, Леонид Ирноличный Дун как-то произнес историческую фразу, что тренер – это 10% победы команды. Как вот время твоей работы с «Арсеналом» подтверждает, что именно 10% вклад тренеров? Я не хочу сейчас говорить о процентном отношении между игроками и тренером. Я одно лишь хочу подчеркнуть, что главный тренер – это очень значимая фигура в команде. И, конечно же, все важные решения принимает он. Это и выбор состава, это и тактика, это и различные другие варианты. Поэтому не хочу сейчас не повторять слова Леонид Ирнолича, не так же их поддерживать. Поэтому я считаю, что все-таки это тренер, который значит очень многое в команде. А сколько процентов успеха решают деньги, которыми располагает команда? Ну, как ни странно, они решают не все. Вот и зачастую мне приходится слышать, что чем больше бюджет, тем у команды шансов больше выиграть чемпионат. В какой-то степени, в принципе, я соглашусь, да. Но не это главное. Вот я прошел вторую лигу, я прошел первую лигу. И у нас в Туле далеко был не самый богатый бюджет. Где-то мы были, по второй лиге мы, наверное, были где-то в пятерке. Были соперники побогаче, да? Конечно. В второй лиге мы были в пятерке, я так даже откровенно скажу. А в первой лиге мы где-то были на восьмом-девятом месте по бюджету. И в итоге из второй лиги мы вышли напрямую, из первой лиги мы практически вышли напрямую. Ну, тот же сегодняшний «Спартак», к тому примеру, в общем, неплохая финансовая база. Да, команда идет на шестом месте, к сожалению. Но, кстати, вот о деньгах. Руководство Тульской области и клубы понимает, что выступление Арсенала в премьер-лиге стоит гораздо больших затрат, чем ФНЛ? Безусловно. Буквально сегодня утром я опять-таки встречался с губернатором области. Конечно, он все прекрасно понимает, какие затраты. Приблизившую сумму знает. Потому что человек, вы, наверное, знаете, кто является нашим губернатором, человек вращается в таких кругах. Конечно же, он знает, какие в премьер-лиге существуют и зарплаты, и вообще бюджет. Поэтому мы сегодня, конечно, пришли к мнению, что наш бюджет, конечно же, будет существенно увеличен. А нынешний Арсенал, как ты считаешь, требует большой перестройки состава? Ну, я для себя решил... Или все зависит от задачи? Ну, в принципе, я для себя решил, что человек 7 новеньких у нас будет. Это однозначно. А вот кардинальные перестройки я делать не буду. Потому что я считаю, что у нас костяк, в принципе, есть для того, чтобы неплохо, подчеркиваю, неплохо выглядеть в премьер-лиге. Но черного приобретения 6-7 будет. Уход Валерия Карпина из «Спартака» обрезает возможность укрепления Арсенала арендными футболистами из этой команды? Да вы знаете, нет. В принципе, конечно, если Валерий Карпин был, мне было бы легче переговорить с ним по поводу аренды того или иного футболиста. Но не думаю, что с приходом другого тренера я могу, в принципе, переговорить и с руководителями клуба, об аренде игроков. Я думаю, что это пойдет, в первую очередь, им на пользу, играя в Тульском Арсенале. И Москва рядом. В принципе, команда хорошая. Народ любит футбол. Здесь город футболь. Поэтому, я думаю, если игроки, которых я захочу, изъявят желание также прийти в Арсенал, если мы найдем компромисс с руководством, я думаю, мы выиграют от этого только все. Ну, ты сейчас уже прикидываешь, какие позиции требуют укрепления. И смотришь в сторону «Спартака». Да, да, да. Есть такие мысли. Не кажется, что в «Спартаке» вообще поспешили с отставкой Валерия Карпина. Может быть, следовало подождать до кончения сезона. Ну, учитывая, как сложилась ситуация сейчас, конечно же, на мой взгляд, поспешно немножко решение. Руководители клуба – это с одной стороны. Хотя, с другой стороны… Ну, хотя, с другой стороны, в принципе, проиграть тостно, конечно же, но не выиграть у Анджио от Сандера, конечно, тоже, с одной стороны, можно понять и руководители клуба. Поэтому, мое мнение, все-таки можно было бы Валерию Карпину дать до работы до конца сезона.